Всем привет, это Витляйм, меня зовут Алексей Денисов, поехали! Тульские блогеры и велосипедисты борются с хамлом по-блогерски. Главный турский велоктивист Дима Чигинский с завидной периодичностью постит фотки с Лендровером, паркующимся на новой велодорожке. Теперь можно смело ответить на размышления еще одного велоктивиста в костюме, мэра Тула и Евгения Авилова, цитирую. Первая велодорожка – пилотный проект. Нужно понять, будет ли она пользоваться популярностью. Она уже пользуется популярностью как минимум у одного лендровера. У нас много крутых тачек, стройте еще. А Груздев ответил Чигинскому объемным твитом с предложением устроить в туре движение СтопХам. Но, к сожалению, Груздев ошибся адресом, потому что акцию СтопХам проводит движение на «Наши». Пользователь Зэс Димы и вовсе предложил пригласить для разборок Михаила Пореченкова, типа с ним мало кто будет спорить. Но я думаю, что с Зэс Димой тоже мало кто будет спорить. А вообще у нас есть Александр Невский, пусть разбирается он. Впрочем, ябед в Твиттере и без этого много. Я частенько натыкаюсь на сообщения твиттераста с просьбами и требованиями в адрес власти. А стоит отметить, что не все они остаются без ответа, и некоторые ябедники получают помощь. А потом эти ябеды всех благодарят, говоря, какая хорошая у нас власть. А так девочка Катя попросила Груздева разобраться с застройщиком, который отказался проводить капремонт в ее доме. Груздев помог и понеслось. Владимир Сергеевич такая няшка, он классный. Господа, вы решили превратить Твиттер в урну жалоб и предложений? Для этого существует куча общественных приемных. Многие люди после регистрации в Твиттере думают, что могут решить все свои проблемы одним твитом с упоминанием Груздев Владимир. Детские площадки используют не по назначению. Твит-аккаунт Ньюстула сообщил, что одну из детских площадок в Олексине изрисовали всякими пошлостями. Изверги, правда, ходят слухи, что площадку изрисовали сами дети, которые требовали ввести в детских садах дошкольное сексуальное образование. Прям пусть и рают какие-то. А при чем пусть и рают-то, блин? А если серьезно, не понимаю людей, которые берут и срут хорошие вещи. Какие мысли движутся этими вандалами? Лучше бы они Белый дом раскрасили. В общем, я этих людей не понимаю и предлагаю им покаяться и перекрасить детскую площадку в прежние цвета. Кукольный театр окончательно сравняли с землей. Об этом в Твиттере написал Максим Наумов с ником Капитан Дагестан и приложил фотку. Власти так и не признались, что будет на месте кукольного театра. А пользователь Алиса Толкачевого сказала, что решать это должны люди. Интересно, она так же думала, когда была мэром? Видимо, услышав ее призыв, другой пользователь Александр Мурзинов задался этим вопросом в Тви. Даже создал виртуальное голосование по этому поводу. Его варианты показались нам скучными, и мы пошли в народ. К сожалению, как обычно, ночью. Что построить на месте бывшего кукольного театра? Постройте там мою любовь. Я хочу, чтобы это было официальное место, где можно бухать. Ведь это привлечет туристов в наш прекрасный город и даст дополнительные инвестиции в казну. Что бы вы построили на месте бывшего кукольного театра? Я думаю, первый в Туле бесплатный общественный туалет. Я хочу, чтобы на этом месте построили памятник ровной дороги или памятник ненужным зданиям. Например, администрации. Я хочу, чтобы песни звучали, и виновным наполнялся бокал. Предложи свой вариант того, что должно быть на месте кукольного театра, и пришли его в нашу группу. Автор самого оригинального предложения получит подарок от нашего енота. Оказалось, что все тульские СМИ пишут в Твиттер, но читает их кто-нибудь. Аккаунт Пряники Су задался вопросом, кто читает тульские СМИ в Твиттере? А по наводке пользователя Олега, пряники решили проверить, сколько же фейков среди читателей тех самых Твиттер-аккаунтов. Лидером по количеству фейков оказалась Ньюс Тула. Самыми чистыми аккаунтами оказались СМК в Туле и Эхо Тулы. Как заметил один пользователь Твиттера, попросивший не упоминать его имя, фейков у Ньюс Тула больше, чем читатели у ТВЦ. А теперь обзор тем, которые предложили наши зрители. Нам снова написал талантливый школьник, который попросил осветить начало школьных олимпиад. Вот зануда. Вот зануда. Зануда. А сразу несколько наших зрителей написали об очень важном матче Арсенала с Воронежским факелом. Ну что сказать, удачи, только Тула, только победа. А тульский твиттераст Александр Либкий поздравил Путина с днём рождения. Всё бы ничего, но, видимо, с памяти у Саши не очень хорошо, поэтому поздравление пришло через несколько дней. В день улыбки тульские активисты забубенили в Туле очередной флешмоб. Они сделали из своих тел огромный смайлик. Наверное, это те люди, которые не попали на флешмоб с самоваром. Раз, два, три. На этом всё. Читайте меня в Твиттере и смотрите нас каждую пятницу в 7.40 на ТВЦ.